Тысячу брёвен? Да ты обдолбался? Ты дурак? Да это шутка, ты чё? Всем привет, рада видеть вас на моём канале Телкоплей, я Наташа, мы с вами продолжаем играть в Medieval Dynasty. У нас с вами наступила озень, сезон грибов, и поэтому я ушла по грибы, по ягодке. Но это не мешает нам продолжать развивать нашу деревню, а может быть даже мешает, не знаю, не знаю, но я стараюсь. У нас есть с вами задание, поговорить с Гизеля, нужно довести, короче, вот этого полоумка. А куда он ушёл? Обиделся что ли? Короче, надо поговорить с Гизелей. Поехали говорить с Гизелей, ещё нам нужно добыть удобрения, но удобрения, по идее, из какашек собираются. Ах, ещё бы в мой дом сбегать, блин, а слушайте, может быть сбегать сначала в мой дом? Хотя, знаете, с другой стороны я могу сделать что? Я могу просто поесть мешочек, перо, солома, ягодки. Вот, давайте ягодок захаваем чуть-чуть, и станет полегче идти. Вот, и всё. Побежали с вами на квест. Квест у нас через 1470 метров. Идти нам достаточно долго, но это история Алвина, поэтому пойдём по ней. О, мухоморы. Но мухоморы пока собирать не будем, зачем они нам? Мы собираем только хорошие грибы сейчас с тобой. Плохих грибов нам не надо. Я думаю, мы сейчас бегаем вот к этому чуваку, потом к другому чуваку, который там какой-то подарок приготовил. Заберём как раз. Я думаю, у него был целый сезон на подумать. Через речку, да, идём? Ну, пойдём. Через речку мы идём, через речку мы дойдём попить водички. Конечно же, потому что водичка хорошо освежает. Ой, там какие-то бочки лежат. Я надеюсь, у них лежат какие-нибудь семена моркови, пшеницы и капусты, потому что мне это нужно по квесту. Покупать я это совсем не хочу ни у каких торговцев, но, видимо, придётся. Но, надеюсь, что нет. Надеюсь, что всё-таки найдём. Так, бочка. О! У меня слышит игра. Восемь удобрений. Мука. Блин, ну я возьму муку. Может, смогу что-то приготовить. У меня немножечко перегруз. Надо бы что-нибудь выкинуть. Давайте я выкину веток. Вот столько килограмм. Ну а что, пусть они валяются. Зачем они у меня? Бежим. По пути собираем всё, что видим. То, что нам с тобой пригодится. Почти, кстати, добежали до этой деревни. Ну, сейчас только утро, так что, я думаю, мы вообще быстро всё сделаем. Управимся. Всем покажем, кто тут папочка. Опа, кабаны. Не понял, что это кабан побежал в мою сторону агрессивно. Может, его что-то спугнуло? О, палаточка. А ну-ка. Дай-ка посмотрю, что тут у нас. А ну-ка. Бочка. Гниль. Нет, гниль я не беру. Мешок. Длинный меховой капюшок. О! На зиму самое то. На зиму пригодится. Тем более, сейчас она уже близко как бы. Ещё что-то. Ой, не надо. Что ещё в мешке лежит? Пшеница. Вот это я удачно вообще сюда зашла. Плетёную корзинку возьму, продам кому-нибудь из торговцев. Что тут ещё у вас есть, дамы и господа, в вашем месте? Дрова. Блин, ну их слишком много. Ой, топорик. Топорик, это хорошо. Давайте я выкину ещё этих херовин. Два килограмма скину. А вот уже как бы проблема. Деревянная чашка, дрова. Ну, может, дрова скинуть? Хотя они вроде бы лёгкие. Камни всегда валяются. Шесть килограмм камня. Нихера себе. Не-не-не, слишком много таскать тоже нехорошо для организма. Мы, конечно, качок, но не настолько. Так, милые и безобидные оленятки. Привет, оленятушки мои. Сегодня вам повезло, вы будете сегодня жить. Я вас не буду убивать. У меня есть задание, и я иду его выполнять. Такие вот дела. Ах ты, зайчик, стой. Стой! Ну, негодник. Да не, я его не буду убивать. Я просто так. Я просто спросить. Я почти, кстати, пришла. Мне бы ещё надо будет пока утро купить какой-нибудь хавки. Вообще бы в идеале бы научиться готовить самой, чтобы у меня не было проблем вот этих вот в дальнейшем. Чтобы я не закупалась и не тратила кучу денег на покупку. Не пойми чего, не пойми у кого. Может быть, там какие-нибудь глисты подсыпаны. Откуда мне знать. Барсук, смотри, бегает там. А мы же убивали с вами барсука, да, когда охотились? С него, по-моему, только мех дропается. Ой. Это рысь. Ну, рысь вроде не агрессивная. Она так. Она сама нас боится, поэтому... Мы не боимся рысь. Мы боимся только кабанов и волков. И бизонов. Если к ним подходить на близкое расстояние. Возможно, в тот день это была агрессивная самка бизона, которая защищала своё потомство. А тут мы такой на горизонте появились. И она такая, ах ты, сука. Ммм, деревня. А в деревне есть невесты? Можно погляжу на невестушек? У костра сидят? Нет, там какие-то мужики. Не. Мне только женщины нужны. Мужики мне рот не продолжат. Мужиков можно только загонять в наш дом, чтобы они охотились. Но, насколько я знаю, там надо это самое... Закидывать всякие запасы, чтобы они могли хавать. Чтобы они могли охотиться. И вот это вот всё. А у нас пока ни того, ни сего. Так, бежим говорить с Гизелей. Что-то Гизелия так далеко живёт? Гизеля! Я иду к тебе, Гизеля! Ты где? Опа! О-а-о-а! А, ну это вот эта руда. Она очень тяжёлая. Я её сегодня не буду брать. Иначе я просто назад не дойду. Нам нельзя перевешиваться сейчас вообще ни в как... Вот вообще-вообще. Потому что мы потом реально не дойдём просто до дома. Опа! Я заберу. А здесь что? Навоз. Ну, навоз это удобрение или это неудобрение? Мне кажется, навоз это просто навоз. Но мне кажется, из навоза можно сделать удобрение. Ну-ка, чисто по приколу дай посмотрю. Замастерить. Ну ладно, пусть оно здесь лежит. Как бы попить, попить водички. Попить, попить. Ах, освежает. Вот она, кстати, деревня, до которой я шла. У чёрта на куличиках вообще находится. Так далеко. Не люблю такие деревни. Надо приобрести какой-то транспорт. Может быть, коня. Но, наверное, коня надо кормить. А я пришла. А я вот она. А я тута. Кукусики. Кукусики, пацанюсики. Как дела? Чё, как он? У-у-у. Женщина сидит. Сколько вам лет? Хэлло. 19 лет. Но она посимпатичнее той, которую я обхаживал. Вы выглядите очень привлекательно. Вам здесь нравится? Да, хороший вид. Чего боитесь вы? Ответственность её пугает. Но она не хочет детей, я понял. А любимый цвет у тебя какой? Оранжевый. Слушайте, она мне нравится больше. Хочешь, я тебе подарю покрывало? О, ей понравилось. О, бесплатный товар, спасибо. Ей понравилось моё покрывало. Подкатили к бабе. Надо запомнить эту деревню. Привет. Ах, новенький, приятно познакомиться. А-а-а, так, стоп. Поговорить с Гизеля. Ты не Гизеля, ты меня обманул. Ты Гизеля? Хера себе. Приветствую, мой друг Аллен хотел бы купить вас лук. Ваш друг потерял язык? Нет, конечно, нет. Просто я большой болтун. Вы оба сразу же начинаете меня бесить. Вы, без сомнения, идеальная пара. Теперь давайте перестанем болтать, ребята, и перейдём к делу. Давай, товар показай. Отлично. Так, мне что нужно поговорить? Поговорить сал. О! Ты всё это время бежал за мной? Похоже, мне нужно вернуться и поменять штаны. Она оказалась раздражённой и, вероятно, долгое время ничего не убивала. Или никого. Она устрашающая. Наверное, есть медведи на завтрак. Что ж, лук у вас есть. Опыт придёт со временем. Вот несколько стрел из моего недавнего приобретения. Это за помощь мне снова. Без проблем, в любое время. Пока. Дождитесь следующего дня. Чудесно. А у меня есть ещё задание. Вот, Юни Гост у меня ещё есть. Пойдёмте в Юни Госта. Блин, ну ты помни обо мне, хорошо? Это в какой она? В Юни... В Юни... В Юни... В Юни Сити. Рядом с Дэникой. Запомните, да? Запомните, она симпатичная. Получше той, которую мы с вами нашли. Блин, ну писюхать нам и писюхать. Только вот вперёд, вперёд, вперёд. Ну, пойдёмте. Чего могу сказать? Можно идти по дороге. Вдоль дороги часто бывают всякие прикольные штуки. Я бы, на самом деле, сбегала бы вот к этому мосту. Если у этого моста лежат какие-то разбросанные вещи, то наверняка и у того лежат какие-то разбросанные вещи. Мы с тобой очень умны. Сейчас соберём с тобой и пшеничку, и капусту, и какую-нибудь зверушку. Блин, еды не купила. Ну ладно, у меня есть, если что, ягоды всегда. А тут-то, по-моему, никто ничего и не разбросал. Эх, обидно сейчас было. Я думала, везде всё разбрасывают. А вот нет. Ни хрена подобного. Ох, телега разбитая. Во! О-о-о, видишь? Сейчас у телеги что-нибудь соберём. Что-нибудь нам пригодится. Ну-ка, дай посмотрю. Что тут у нас? Опять медь и кирка. О-о-о. Я возьму кирку. Кирка мне пригодится. Буду потом ей добывать всякие штуки. Но мне придётся что-то выкинуть. Защита от жары минус 15. Защита. Это я на зиму оставлю. Давайте я выкину дрова. Я, если что, умею делать дрова. Перо надо выкинуть. Оно мне не нужно. Не железный топор, идиот. Не железный топор. А это вот. Вот это вот. Перо надо выкинуть. Главное ничего не собирать сейчас по пути. Но это сложно. Это очень сложно. Потому что на пути так или иначе появляются какие-то штуки, которые хочется незамедлительно насобирать. 500 метров херачи, ты прикинь? Ну, сейчас утро раннее. Так что я думаю, мы много чего с вами успеем сделать. Главное, это просто не останавливаться. Потому что движение это жизнь. И на волков не на это, не наткнуться. А то эти волки такие позорные. Блин, нам точно нужно какой-то транспорт себе завести, чтобы мы могли с тобой что-то тут делать. А то это как-то... Опа. Волк. Обходим. Обходим волков. Нам с ними стычки не нужны. У нас есть свои дела. А то я сейчас убью волка, а мне захочется его залутать. Это нехорошо. Я вижу... Очередной ящик. Ну-ка. Что тут лежит? Семена свеклы. Чудесно. Это нам надо было. Что лежит в бочке? Соль. Соль, наверное, пригодится. Нихера себе соль. А что соль такая вообще? Это... Охреневшая. Ёб твою мать. Соль. Охренеть она весит, конечно. Я в шоке. А может быть уже ночь наступает? Да не, вроде бы раннее утро. Но я нашла, что хотела. Видишь, как хорошо. Есть контакт, как говорится. Может быть выкинуть копье? Подожди, сколько есть копье? Ну я, если что, наделаю новых. Один и пять. Давай его выбросим. Опа, тут деревня. Я предлагаю сейчас сразу купим. Все, что нужно и все, что не нужно. А ну-ка, иди сюда. А то, мне кажется, ночь наступает. Закат. Оказывается, это был не восход, а закат. Поэтому надо сейчас, пока они не пошли все спать, купить у них еды. Так, пацанчики мои хорошие. Дайте, пожалуйста, доброй тете или злой еды. У кого здесь купить еды? Ой, какая симпатяшка. Сколько тебе лет? Извини, тебе много лет. А тебе сколько? Тоже старовато. У кого купить здесь еды? Так, стой. Покажи мне свои товары. У этого грибы и всякая херня. Не-не-не, дорогой. Мне это не надо. Мне нужны еды. У вас что, нет еды, что ли, здесь? Да как вы так без еды-то тут живете? Я почти до него добежала. Убежала. Вот он у меня здесь живет. Так, дядька, смотри. Я пришел. Ты подготовил свой подарок? Надеюсь, что подготовил. Потому что я за ним пришел. Давай свой сюда подарок. Ты где там? Привет. Что теперь? Посылка готова? Да, все хорошо. Тепло и легко. Вы сказали теплый? Нет, а вы? Я почти уверен, что... Вот, сходите в тутки. Отдайте Вальраду. Это собственноручно. Как хотите. А где тутки? Бляха. А че тутки так далеко? Вроде бы тутки должны быть прям тут. А тутки че-то совсем не тутки. Ладно, у меня есть в руках факел. Так что, если что, я опасный тип. Ладно, побежали в тутки. Тутки у черта на куличиках. Хотя, в принципе, знаете, не так уж прям, чтобы далеко. Всего лишь тысячу метров. Но все равно побегать придется. Главное, чтобы опять никакие волки на меня не напали, позорные. Ой, это кабаны. С кабаном сейчас не хочу сражаться. У меня нету копей. Копей, чтобы его закидать. А уже тем временем наступила ночь. Не люблю ночи в этой игре. Здесь так темно становится, что кошмар. Вообще ни черта не видно. Можно с легкостью наступить на змею и не заметить ее. Такой пришел домой, у тебя тапочки из змеиной кожи. Ни хера не понял, но очень весело. 900 метров. А это не та деревня, где я сейчас... Оуу, прикол. Прикол, прикол. Ладно. Я понял. Но сейчас не время рубить дрова. Бежим в полной темноте. Бежим на этот... Куда-то в путь. Блин. Надо выходить отсюда срочно. Надо делать факел, иначе без факела нам полная мзда. Так, ладно, давайте. Я делаю факел. Топор. Требуемый топор. А это что тебе? Давай, руби топор. Давай. Еще. Еще. Отлично. Ни хрена не вижу. Но очень интересно. Так. Факел. Срочно нужен факел. Значит, смотри. Бревно. Выбросить. Что нам надо сейчас сделать с тобой? Нам надо факел, факел, факел. Где факел? Факел должен быть на букве Ф. Простой факел. Во. Экипировать. Экипировала. Все. Блин, хавать охота. У меня еды нет. Я надеюсь, в тутках меня покормят. Я нашла себе 18-летнюю женщину. Богна. А где это ты? В бранике. Все, ребята. В бранику приходим за невесткой. Мы ее нашли. Она у нас прям тут. Это чудесно. Блин, а что ж мне хавать? У меня все еще нет еды. Это проблематично. 300 метров осталось до деревни. Блин, я надеюсь, чел, которому я несу эту посылку, продает еду. Потому что если не предает, то он полный идиот. Потому что я просто умру. Блин, я нашла себе жену. У меня будет жена. Хе-хе-хе. 18-летняя. Как и я. Рейс, убегай. 149 метров. Я почти прибежала в тутки. Тутки у черта вот реально на куличках. Че так далеко эти тутки ваши? Вот они, эти тутки. Наконец-то нашли тутки. А может тут есть еда какая-нибудь? Кожа, лук, стрелы. Блин, может лук у них стыбзить? Ладно, я если что к ним... У них тут так все хорошо лежит. Что мне хочется у них прям вот это вот все взять и себе прикарманить. Ну а че им не надо? А мне надо. Так, тутки. Привет, тутка. Смотри, что я тебя принес. Будь я проклят. Простите. Один яркий, другой темный. Оба наполнилые искрой ваши глаза. Вы должны быть Россимир. Но на самом деле России не важно. Вы знаете мое имя? Я знал вашего дядю Иордана. Кроме того, я всегда хорошо разбирался в именах Ранигаст. Что вы здесь делаете? Никогда бы не подумал увидеть вас в плоте. Меня послал сам Борн. Просил достать эту посылку. О, мое милое дитя. Я бы сразу избавился от этого. Будь я тобой. Что? Почему? Что ж, учитывая то, что я знаю этого парня более 20 лет, я чувствую запах этого свертка даже отсюда. Я могу гарантировать вам, что он содержит его фекалии. Фу! Я носила чужие какашки! О май гад! Доставщик какашек. Эх, фу! Ха-ха! Но он не мог обмануть мастера шутника. Но он наверняка сделал вам больно. Ха-ха! Это очень по-детски. Спасибо, Родомер. Я стараюсь остаться в хорошей форме. Это не должно быть комплиментом. В любом случае, надеюсь, что этот мешок с дерьмом был не единственным, что привело вас ко мне. Ну, вообще-то да. История, Юни Гост, все дела. Значит, вы знаете, отлично. Я боялся, что выпущу кота из мешка. Нам нужно было быть очень осторожными, чтобы никто не прознал в наших делах. Всегда пытаться быть невидимками, безликими. Да, это должно быть дико дитя для Иордана, когда он стал смотрителем. Все это, внимание. Мой дядя был смотрителем? Да, был. Юни Гост занял эту должность после его смерти. Разве вы не знали? Нет, не упоминал. Должно быть, выскочило у него из головы. А можете больше историй рассказать? Хорошо. Что вы нашли меня тогда? Обожаю вспомнить без все приключения грозных фантомов. Фантомы? Так называлась стая. О май гад. Звучит очень серьезно. Старые пердуны и их проблемы с памятью. Это так. Поэтому мне нужно как можно скорее построить чистокол. У меня есть план. Это будет не столько чистокол, сколько деревянный лабиринт вокруг тутки. Так волки заблудятся, запутаются, смешив вероятностью нападут. Ну, отличная идея. Давайте построим лабиринт. У меня есть все необходимое. Единственное, что мне нужно, несколько бревен. И вот здесь мне нужна ваша помощь. Ладно, я принесу. Тысяча? Тысячу бревен? Да ты обдолбался? Ты дурак? Да это шутка. Ты че? Ладно, я просто бездельничал. Но есть кое-что, в чем я действительно хотел бы получить вашу помощь. Не нужно, чтобы вы убили мою корову. Корову? А корову-то зачем? Боюсь, на этот раз не шутка. Мы купили эту корову несколько лет назад. Ее зовут Марила. Недавно она перестала давать молоко. Жена настаивает, чтобы мы ее зарезали. Потому что скоро мясо станет несъедобным. Но я просто не могу. Она как будто стала часть нашей семьи. Дети росли вместе с ней. Мы все вместе делимся воспоминаниями с коровой. А, не будьте таким. Вы знаете, о чем я. Вы ее уложите. Просто сделайте все так, чтобы глаза мои этого не видели. Ладно. Где эта корова? Где она? Где эта корова? Покажите мне ее. Корова. Ой, здесь тоже бабы сидят. Но эти какие-то старые делаю. Это вот, наверное, она. Да? Это ты? Марила. Извини, Марила. Сегодня не твой день. Ну, не повезло. Я с нее мясо добуду. Ну, а что? Они не сказали, что я не могу забрать с нее мясо. А я не могу на вот этом вот костре готовить себе еду? Может быть, могу? Почему я не могу готовить на вот этих штуках? Я не понимаю. Почему нету походного какого-то этого самого клинка поедания? Может, сырого мяса поесть? Привет. Просыпайся. Этот человек не хочет с вами говорить. Почему? А! Здравствуйте. Вы жена Вальдара? Это я. Меня зовут Рассимир. А точнее, я, короче, принес вам вашу корову. Прости, дорогой. Никогда не встречала вашего дяди. Но он и Вальдарат были близкими друзьями. Чем могу помочь? Я вашу корову забил. О! Вы собираетесь помочь? Да. Наконец-то. Спасибо. Возвращайтесь, как закончитесь. Так, я это сделал. Стой! Я это сделал. Как все прошло? Убил. Так, вы действительно это сделали, да? Да. Разыскиваться? Нет. Но я полагаю, что должно было случиться. Как насчет рассказов о Шайке? Естественно. Сделка и сделка, друг мой. До встречи с Орданом и стаей. Я был азартным художником или профессиональным игроком в кости. Но проще было бы назвать меня мошенником. Я путешествовала с таверны в таверну, где плутовал, используя свои особые кости. Зарабатывал немного денег. Я был довольно порядочен в своей игре. Но Ордан сразу же понял меня. Его глаза прожигали дыру в моей ладони, пока я менял кости. И когда я смелился взглянуть в его сторону, он мне улыбнулся. Какая прелесть. Несмотря на то, что он знал, что я обманывал, он проиграл мне. Но ничего не сказал. Оплатил, пожал мне руку и вышел из-за стола. Я был заинтригован, как никогда ранее. Поэтому последовал за ним. Я видел, как он встречается с остальной стаей. Поэтому тоже направился вслед за ними. Даже не знаю, когда я потерял Самбора из виду. Но внезапно он схватил меня сзади. Этот великан ухватил меня одной рукой за горло. Приглазил убить меня, если увидит меня еще раз. Разумно было бы бежать и держаться подальше от этих людей. Но я никогда не был умным человеком. Блин, здесь так много читать, что это просто какой-то кошмар. О, он, короче, втесался в их стайку и стал с ними дружить. Они над ним шутили. Потому что он был самый молодой. Но они его любят. Он не запомнит свою первую миссию. Графиню передать ее особняк приюту. О, видать, да какую-то оферку, да? Дядька-то у меня умный оказался. Ну, давайте вот так вот сделаем. Кэстрил, что-то знакомое. Вам следует поговорить с Юнигостом. Ладно. Приятно было с вами познакомиться. До встречи. Поговорить с Юнигостом. Ой, мне надо дойти до моего дома. Попытаться не умереть и приготовить себе еду какую-нибудь. Подожди, а гриппы я реально не могу есть? 0,5 отравления. Пища плюс 1. Ну, блин, я не хочу травиться. Но это же белый грипп. Он должен быть съедобным. Ладно, мне эти тысячу метров через лес я сохранилась. Так что, если что, будем думать, соображать с вами по ходу движений. Ну, класс. Ну, давай, сука. Давай. 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 От собака. Ну, давай. Давай. Либо ты, либо я тебя. Давай, скотина. Пошел нахер. Правильно. Потому что у меня есть огонь. Человек с огнем опасное существо. Я пока что почти что при смерти, но еще жива. Боже, мой желудок говорит мне просто пока. Быстрее, быстрее купить еды. У тебя есть хавать? Покажи свои товары. Нет, нахер они мне не всрались. Мне нужна еда. Мне нужна еда. Срочно. На, я пухну от голода. Трактирщик. Трактирщик, вставай. Вставай, хорош спать. Дай еды, дай еды. Я умираю. Так, кто из вас трактирщик? Давай, вставай. На, Юнигост. Давно не виделись, чел. Как дела? Нормально? Жив, цел? Давно, как поживаешь? Я встретил Вальрада. Я рад. Похоже, вы идете по следам прошлого. Да, я все теперь знаю. Кто такая Кестрил? О, вы слышали о ней? Да, упомянула ее имя. Но больше ничего. Юнигост. Это странно, почему он так сказал. Действительно странно. Кесса, я имею ввиду, что она была частью шайки. Это было, это... Так. Что с тобой не так? Вы правы. Я просто была не готова к этой теме. К ней. Видите ли, Кестрил была... Тот день, когда мы встретились с Иорданом. Возвращаясь с одной миссией. Это было действительно потрясающе. Короче, они ее любили, судя по всему. Ограбление, уловка, битва, революция. Провал. Были вынуждены срезать. Так. Измотанные. Понятно. Выезжать на лошадях. Услышали громкий свист. Лошади остановились. И мы были очарованы. Иордан упал. Самбор пинал лошадь. Но она даже не сдвинулась с места. А потом мы услышали ее голос. Если вы, мальчики, хотите сохранить на местах головы. И чтобы пониже, вы слезаете с моих лошадей и слиняете. Я оглянулась и увидел самую красивую женщину, которую я когда-либо видел. О-о-о. Я же говорю. А, она выстрелила. Мы с Самбором чуть не умерли с осмеха. Это был первый-единственный человек, который обвел Иордана вокруг пальца. Как ребенка. Охренеть. То есть вот так вот. Там проснулась женщина. Очень интересно. Мне нужно поесть. Где она? Стой. Стой, Шаболда. Стой. Еды дай. Покажи мне свои товары. Блин, мне нужно срочно похавать. Короче, там история такая. То, что вот была вот эта баба. И нужно о ней узнать дальше. Вот все. Конец. Что я могу здесь поесть у вас, господа? Сушеное мясо. Давайте я куплю себе сушеное мясо. На... Давайте 60 золотых на 72. Так, быстро хавать. До свидания. Я пошел есть. Так, открыть инвентарь. Где мое мясо? Мясо сушеное. Вкусняшка. О, да. Все схаваю. Так, мне теперь хватит дойти до дома хотя бы. Поговорить с самбором. С самбором я поговорю после. Я сначала дойду до своей хаты. Потому что у меня очевидные проблемы в жизни. Мне нужно приготовить еды. Мне нужно научиться готовить еду. Мне нужно ее хавать, чтобы вот так вот постоянно не бегать к этим оболтусам. Тем более у меня есть грибы. У меня есть ягоды. У меня есть всякие овощи, фрукты. Короче, я готов. Но как мы вообще на грани, да? Вы видели? Мы чуть не умерли. Но мы были живы. Это чудесно. Повезло, повезло. Не умереть. Глупой голодной смертью. Блин, мы на деревню построили свою на самой окраине. Надо было так не делать. Надо было ее куда-то в центр. А ну, кто ж знал? Я пыталась найти живописное красивое место. Я его нашла. Наша деревня смотрится очень красиво. Ты просто посмотри на нее. Какая красота. Ну, очень красиво. Есть прям три целых здания. Ты прикинь? Три целых здания. Еще немного и деревня разрастется по полной. Так. Господа. Давайте смотреть. Разжечь огонь. Прожечь огонь. А, вот так. Каменный очаг. Создать. Соленое мясо. Мясо. Жареное мясо. Так, что я могу создать на котле? Каши. Зерно. Овсяное. Вот. Ягода нужна. Овсяное зерно. У меня ни того, ни того. Супы. А почему? Недостаточно уровень технологии. То есть, как бы я не могу, да, приготовить? Я могу только жарить мясо. Ну что ж, давайте тогда будем жарить мясо. Это лучше, чем ни хрена. По крайней мере, у меня будет еда. А, вот так. Все. Давайте все сразу зажарим и все. Господи. У нас будет еда. Мама моя. Как удобно. Прям все сразу скипом с тобой. Сейчас замутим. Прям облегчение. Мы теперь с вами можем жрать. Я отжарила свое мясо. У меня теперь 23 жареного мяса. Так что его надо пожрать. О, как хорошо. Ой, как хорошо. Так, давайте вот это вот переместим. А оно занято, да, у меня вот это? Хорошо. Тогда пойдемте в другой домик. Пошлите в охотничий домик. Закинем стрелы. Потому что пока что у нас нет лука. Вот. И мы можем сюда сами закинуть то, что нам не нужно. Во-первых, давайте... Что? Вот это оставим с собой. Зерно пшеницы. Теперь пошлите на склад. На складу закинем все остальное. Чтобы у нас был такой более-менее свободный инвентарь. И я бы, конечно, может быть, что-нибудь с вами построила сегодня. А то мы давно с вами ничего не строили. Так, вот она наша штучка. Значит, смотри. Закидываем сюда белый гриб. Гриб-зонтик. Удобрение сюда. Оп. Смотри, сколько вообще у нас всего тут это с тобой. Широколестный подорожник плюс 2 здоровья. Ну, в принципе, давайте его выложим. 2 здоровья это не то, что бы хотелось. Давайте посмотрим, что я могу построить. Во-первых, первонаперво мне нужно посмотреть. Посмотреть, что у нас есть. Вот, постройка. Охота. Ничего нету. Есть поле для засеивания еды. Животноводство закрыто. Производство закрыто. Закрыто. Закрыто все. Так, вот это мы сделали с тобой. Это тоже у нас закрыто. Но мы можем строить маленький дом. Ну, я могу построить, типа, разметку на сарай. На поле, например, могу сделать. Ну, смотри. Поле, очевидно, лучше строить где-то рядом с домом. То есть, недалеко. Например, вот где-то здесь. Типа, чтобы ты такой вышел у склада и занимался. Давайте вот так раз. Сколько еще там нужно для поля? А ну-ка, поле. Во. Отлично. Сейчас засеем поле. Будут у меня пацаны работать. Все будет у них классно. Все будет у них прекрасно. Я думаю, им понравится. Ну, мы же должны как-то с тобой это развивать наше поселение все-таки в конце-то концов. На худой конец-то. Так. Ну, чтобы поле было такое знатное. Не супер маленькое. Блин, да чего ж я лезу все лично в это животноводство. Вот. Вот тебе поле. И хочу еще дом построить. Мне нужно шесть бревен. Войдемте в лес. Нарубим дров. Еще есть глина, конечно, под домом. Но мне не особо она нужна. Так, рубим. Я теперь могу построить еще один дом. А пусть у меня будет два домика. Правильно? Мы еще можем потом ставить простой дом. дом обычный. Но на него нам не хватает. Давайте маленький домик построим. Мы себе потом нормальный такой барский дом построим. Это пока что для холопов. Для всех вот наших вот этих вот. Так, я предлагаю второй дом построить вот здесь вот тоже на берегу. Чтобы было красиво. Вот здесь как-то не строится. Блин, а может он хочет здесь построиться? Нет? А если я с другой стороны вот так сделаю дом? Типа. Ну тогда у них будут закрыты окна, понимаешь? Я же не хочу, чтобы у них были закрыты окна. Я считаю вот так красиво. Нам теперь нужно сделать себе молоточек. А то мы все просрали. И молоточек вот этот вставляем себе в инвентарик. Где бы он не был вот сюда на восьмерочку. Открываем восьмерочку и поехали строить. Так, раз бревно. Два. Три. Четыре. Пять. Короче, надо пособирать бревен опять. И веток. Ах, как хорошо у меня тут колосится. Ну правда еще ничего не колосится. Но когда-нибудь заколосится. Просто нужно подождать. Новый уровень добыча. Отлично. Я этому рада. Давайте еще что-нибудь подобываем. Видишь, главное здесь постоянно что-то делать. Что-то строить. И тогда все будет зашибись. Бревно. Раз. Бревно. Два. Поехали. Идем строить. Ну видишь, прям указатель на мою деревню есть. Красиво жить не запретишь. Сразу видно, что это мое поселение. Что я здесь босс. У меня уже, видишь, два домика. Пора бы начать скоро людей заселять. Вот что я хочу сказать. Чтобы тут у меня люди жили. Мне кажется, очень классно увидеть. Давай. И раз. И два. Так. Почти достроили, кстати. Пойдемте пособираем веточек вот здесь. Ну, чтобы у нас чисто было на нашем пляжу. У нас же тут все-таки речка, все дела. Красота. Да и только. Поэтому эту красоту надо, конечно же, поддерживать. Вот эти все ветки мы срываем. Чтобы дать возможность быть красивым новым. Ой, только не сюда идите. Только не сюда. Давайте без бизонов. Бизонов я здесь не жалую. Не надо мне тут. Бизонов ваших. Без бизонов, пожалуйста. А то с ними и так слишком много проблем. Я не готова. Не надо мне тут улукать. Не надо. Я помню, как ты меня убил, сраный бизон. Я все помню. Я помню, что мы друг другу не понравились. Так что давай дружить. Ты дружишь со мной, я дружу с тобой. Я не убиваю тебя, ты не убиваешь меня. Понял? Это называется дружба, мой дорогой друг. Дружить это здорово. Поэтому я и ты закалычные друзья. Закудышные. Так, елочка пусть растет. Красиво выглядит. Вот так вот. Строй. Хорошо строй. Вот это я понимаю. Какой красивый домик. Кто же в этом домике будет жить? Какой-то человек. Еще будет мне за это платить, дурачок. А я буду наслаждаться. Что? Ну да, я вот король. Король коровей. Давайте. Мы сейчас доделаем все. И все у нас будет прекрасно. Вот. С этой стороны семь штучек надо, да? Вот, блин, не хватило. А, не хватило. Солома нужна, говорят мне. А соломы-то у меня нету. Солому-то надо добыть. А солома где? Солома у нас вдалеке. Я бы даже сказала, в жопе у нас солома. А это тут разве было? Ничего себе. Ничего себе. Вот это, это прям рядом со мной. Вы серьезно? Вот это вот. Ведро. Лук. Дойдите в задницу. Бурдюк. Топор. Дрова. Ой, все, ребята. А как так получилось, что мы это с вами пропустили? Такое это вот. Вот это вот. Или это кто-то недавно разбил? Этого же не было. Это какая-то новая палатка. Новый палаточный городок. Я его не помню здесь. Его реально тут не было. Он просто тут с Нисхирали появился. Ничего себе. Вот это я удачно сейчас. А в бурдюк, я так понимаю, можно наливать водичку и носить ее с собой. У нас теперь есть лук. Я просто, я в шоке, что у нас тут под домом было. Так, дрова. Нужно вот сюда дрова выложить. Три штучки пусть будет. Остальное все, в принципе, у нас тут есть. Я думаю, что можно, в принципе, первых жителей заселять. Я думаю, они себе добудут еды. Как-нибудь там разберутся. Нам нужно достроить домик. И на этом мы закончим сегодняшнюю серию. Мы очень много чего сделали. Конечно, мы прям постоянно бегали туда-сюда. Но тут такие странные миссии долгие. Вот это вот читать, это тоже перебор, я считаю. Надо было кратко. Кратко из сестра таланта, как говорится. Возьму топор в руки, чтобы если на меня кто-то напал, я ему сразу дала в жбан. Так, кролики мои. Опа! Ай! Вроде невысоко спрыгнула, а разбилась. Вот это прикол. Думала, даже в воду прыгаю. А я вот эти штуки собирала? Да. Вот эти я собирала. Но я должна была проверить. Так, где камыш? Я тут весь его пообдирала, конечно. Камыш? Ну, извини, камыш. А вот такова твоя жизнь. Без камыша будем здесь. Странно, но он, наверное, в каждом сезоне респавнится. Потому что, если я его с концами вырву, то как я буду строить деревню? Много камыша не бывает. А у меня, по-моему, был камыш в этих самых. В складе. Но я не помню уже, давно это было. Лучше нового соберем. Но, по-моему, был. Я помню, что я выкладывала, наверное, перед каким-то походом в какие-то новые дали. Я выкладывала. Ну, мы сейчас тут давайте засоберем то, что тут осталось. И пойдем уже достраивать наш домик. В следующей серии начнем заселять нашу деревню. Еще нужно будет сбегать к той барышне, которая 18-летняя. Пора бы с ней начинать мутки мутить. Пойдемте домой. 200 метров всего до дома отойти. Та-р-р-р-ри-та-ти-та-ти-та-тай-тай-тай. Та-ри-та-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай. Ну, тут вроде безопасно у меня. Зайчики. Даже этих. Кабанов нету диких. Хорошее место выбрали, я считаю. Блин, ну вот этих палаток их реально не было. Их кто-то недавно разбил. Я только недавно ходила, их не было здесь. То есть кто-то реально сюда просто пришел. Разжег, забыл Свои вот эти вот штуки и ушел Но мне только от этого плюс, конечно Я вон сколько вина себе взяла Еще чего Это удобно, я надеюсь, они почаще будут приходить В этот лагерь и забывать там свои вещи Я бегу Бегу тебя строить Мой маленький домик Я буду здесь 88 соломы Нихрена себе она собирала 71% дома 4, 3, 2, 1 Есть контакт Так, следующий Да что, ты устал что ли строить? Да ладно, не так уж сложно строить Бедный Такой слабенький, хиленький Что будем делать с тобой, дорогой Если ты такой слабый Чуть-чуть молоточком ударил и все Соломенная крыша Последняя соломенная Опять устал? Да ладно, мы достроим Вот У меня есть еще один маленький домик Я предлагаю Знаете, что делать? Я предлагаю вот эту вот херню Под названием молоток Оставлять вот здесь Ну а типа, а что с него будет? И ветки тоже Нет, мясо это мое Мясо принадлежит мне Создать 4 доски Я думаю, кому-нибудь пригодится Из моих жителей Новоиспеченных Которые у меня уже скоро появятся В следующей серии Так что обязательно смотри Мы потихоньку расширяемся Совершенствуемся Засадим потом себе поля Будет у нас поляна Будут телки На телке женимся Все дела Красота Так, засовываем сюда в сундук доски 12 штук аж получилось Ну, красота Доски есть Дрова есть Два дома есть Уже милота Надеюсь, тебе понравилась эта серия Подписывайся на каналчик Поддерживай меня лайком С тобой была я, Наташа Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok